так ребята крышку эту снял вот так ногтями осторожно осторожно отстегнулась боковая крышка а это панель тут вот на винтике тут на винтике и тут на винтике а крышка ногтями осторожно отстегивается по бокам она тут видим на один фиксатор по фиксаторах держится я вот этот пыльник оторвал снял потому что под машиной в это место не дойти и знаете стучит стучит ребята видимо рулевую колонку надо менять кардан все отлично по кардану все крепко нашлица все все держится все зажато тут тут руку прикладываю ну как бы все отлично вот что-то что-то внутри что-то внутри стучит стучит внутри и все ничего не поделать заменив все наконечники даже вот этот новый вот этот внутренний на колонке новый стук не пропал значит рулевая колонка разбита снимаю старую рулевую колонку оригинальную ну с обеих сторон этим наконечники снимаем с колес вот этот вот ну вот это вот защита пластмассовая она тут гаечка десятка ключик и тут вот фиксатор пластмассовый его осторожно вытаскиваем уберем за пластмассу осторожно вытаскиваем фиксатор потому что через эту сторону колонку будем вытаскивать и вот это вот пластмасса мешает чуть не обманул вас еще один фиксатор вот здесь вот он где мой палец короче тут один пластмассовый я его осторожно осторожно вот так удалось вытащить и тут вот за спружина еще один под педалями что мы видим вот шестигранник тут небольшой в наборе у каждого на карданчике сейчас может покажу но вот эту эту резину открутил кардан эту резину осторожно снял так вот с этой стороны так так один болт вот видим здесь он болт от рулевой колонки 1 на трех болтах рулевая колонка держалась тут под аккумулятором вот этот второй болт аккумулятор пришлось вытаскивать ну и третий болт который держит рулевую колонку он вот здесь вот 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 этот вот третий а вот этот вот что видите сейчас он сверху прикручен а вот этот вот снизу тут трубочки две так сейчас покажу там одну одна трубочка ключ 22 она больше доступна она сразу если от двигателя отсека так она сразу на 22 ключи потом на 19 я обычными ключами освободил вот такими легко легко не тяжело закручено ну а вот когда осталось колонку открутить тут вот такие вот мелкие шлицы ребята очень мелкие я такого ключа не имею и уже заволновался за беспокойство ся но в этом наборе таком стандартным вот таком есть ключи вот такие как говорят там для бмв типа в наверно такие гайки или болты когда я покупал я посмотрел просто тут крупные слишком и вот вот этот с 16 со шлицами он подошел просто через одну шлицу не в каждую шлицу не так мелко как здесь вот очень мелко так через одну шлицу тоже неплохо скажу через одну не очень мелко и осторожно осторожно отдел вот этот с 16 такой и ничего он держится нормально нормально вот тут как как и положен ну вот у меня были сомнения по поводу вот этих вот размеров я так посчитал если здесь два сантиметра расходится будет и при выходе расходится был сегодня в городе на работе заодно заехал в магазин где покупал колонку говорю я им показал что я говорю как бы все совпадает но рулевая колонка конструкция вся передвинута на 2-3 сантиметра сторону пассажира как говорю за счет рулевых наконечников это не удастся решить тут до конца закрутить оттуда конца выкрутить говорю это не получится и почему я не очень-то рад они же мне сказали если будешь прикручивать уже все обратно не берем товар а если не подходит отсылаем производителю ну бошу ну я на три болта был прикрепивши колонку вчера сегодня вот снял все-таки они сказали ты попробуй установить если нет что-то не получается тогда отсылаем производители а так просто возврат чисто невозможно когда уже есть повреждения царапины и так далее ну и что смотрим дыры совпадают да тут разница есть а тут все совпадает по ходу так что слава богу можно устанавливать я уже беспокоился что тут эти не совпадают эти не совпадают и это в другую сторону перевернута смотрит как руль будет держаться как тут что нет все нормально но этот пластмассовый винтик что воздух спускать так я его говорю фиксатором резьбы помазал и до упора зажал на пожизненное воздух по идее потихоньку сам должен выйти из системы при заполнить когда буду заполнять в ютубе смотрел как спускать воздух поставлять понемножку вливая жидкости не дать ей вспениться все нормально сходится надо скручивать нечего смотреть надо скручивать пыльники лимфердер например они идут стандартные для этой колонки для оригинала нет что там одна длиннее другая короче и размер поменьше я думаю почему у меня пыльники с большим этим объемом так они созданы для аналога так получается когда полу покупаешь пыльники в магазине он они дают пыльники которые для аналога одинаковые длины одинаковая размера вот здесь потому что в оригинале здесь же поменьше размер а здесь побольше здесь побольше и короткая а здесь поменьше и длиннее эта гармошка ну одним словом оригинал как видим тут оригинал да ай тут оригинал короткий гармошка оригинальная гармошка короткая и тут размер меньше тут диаметр больше и оригинал длиннее но я уже ее заменил должно быть еще все совпадает надо устанавливать слава богу успокоился так вот продают сейчас запчасти сразу к аналогу уже на оригинал не установишь сперва закрутил вот эту пружинистую трубочку ключом на 19 лучше подход сперва и и обыкновенным ключом то-то отсюда немножко то снутри салона вот так вот ключом внутри салона вот этот накидая на 19 ключ и надо придерживать немножко трубочку потому что она крутится вместе и в кузов начинает впирать так я так запасом ее держал чтобы хоть до сантиметра какого-то расстояния было не более так зажимать без фанатизма ну и а потом последнюю трубочку тоже придерживала чтобы она не начала крутиться это уже с под машины руки вверх одной рукой вот такой на 22 тоже очень удобно вот этим закручивал под машиной все установил как бы зажал это это зажал все надо ну вот купил ключ специальный для трех болтов которые делают рулевую колонку ауди а4 б 6 вот вот такие мелкие шлицы 10 миллиметров вот такой ключ и и и и и и и и